всем большой привет я рада вас видеть у себя на канале и я начинаю новую череду включений о моем отшиве дизайна birch point в последнем видео мы с вами вы видели мой отшив без бэкстича сейчас наконец-то я выполнила все недостающие элементы даже заполнила пропущенные крестики полукрестики но за исключением вот этого маленького пятнышка трех полукрестиков туда я еще не добралась а так пропущенные элементы я закончила практически выполнила весь бэкстич бэкстича здесь много с одной стороны кажется но не так уж и много с другой стороны начинаешь вышивать здесь нужна такая ниточка рядышком нужна другая ниточка и все это дело кропотливая хочется поскорей поскорей как я как я уже говорила хочется волшебства чтобы работа вышелась за два-три дня но почему-то не происходит так вот здесь бэкстич я закончила осталось мне немножко выполнить линии на столбиках но в принципе все остальное у меня готово долго я мучилась с этой табличкой потому что на схеме не указаны четко цвета там нужно читать какой цвет где используется это все на английском то нужно сидеть переводчиком ну в общем меня это дело напрягает и как только я подумаю что нужно опять идти развиваться читать про бэкстич у меня прям портится настроение но я стараюсь потихоньку что-то вышивать и потом потихоньку идти вышивать бэкстич получилось у меня в общем то все очень красиво я довольна результатом и вчера вечером когда я закончила вышивать вот здесь полукрест вверху дошивала последнюю ниточку потом отошла немножко в сторону села так знаете на кресло и любовалась вот всей этой красотой мне было очень очень радостно на душе что у меня закончился этот этап я практически добралась до половины половина работы будет у меня вот вот где-то вот чуть-чуть вот здесь вот так то есть ну практически вот половина до не хватает буквально там одного ряда это будет половина и настал тот момент когда я буду перекручивать канву вниз поэтому я захотела обязательно снять вам этот фрагмент показать как выглядит этот участок с бэкстичем как работа преобразилась потому что вся эта красота сейчас перекрутиться и спрячется и обычно этот момент очень радостный когда переставляешь канву и приступаешь к новому участку а мне здесь немножко грустно потому что моя красавица лошадка скроется от моих глаз и я на нее не буду любоваться так она мне нравится она здесь такая нарядная такая красивая такая настоящая но украшение вот зато мне будут появляться новые герои художник домик еще какие-то красивые вещи ну а потом конечно же лошадка ко мне вернется поэтому это временное такое расставание у нас красивые вышли из 2 такие голубые птички он сидят на на вывеске красиво получилось озеро вода такие казалось бы цвета немножко темные используются мне казалось ну хорошо не перевелись я их проверила посмотрел думал какие-то темноваты немножко неестественно в живую и на камеру смотрю ну прям вода настоящая получилась красота мокрый-мокрый вот этот песочек к такой классный и конечно же лодочка такой осенний уже пустой пляж у нас сейчас тоже осень но осень почему-то еще не спешит приходить и или лето не собирается пока уходить и наступила еще неделя жары вот завтра и и послезавтра у нас будет воскресенье понедельник самые жаркие осенние дни 35 37 градусов плюс влажность в общем очень жарко мы конечно же завтра поедем опять на море последний денечек прощальный посидим у тепла у теплого моря до покупаемся и опять приступим к работе к будням вот и эта работа мне нравится своими теплыми осенними красками но выше их будет у нас не теплая осень а такая знаете хмуро когда уже идут дожди и нет столько солнышка почему-то вот именно этим моментом эта работа меня и привлекла ну вот совсем заболталась что еще хотела вам сказать рассказать в общем все нормально все вышивается хорошо все вопросы которые были по цветам у меня уже улеглись единственное вот бэкстич меня мучает ну стараясь потихоньку с ним разбираться все буду сейчас перекручивать канву приступаю к новым рубежам так сказать и конечно же буду вам показывать все свои отчеты поэтому увидимся в новом включении всем привет с момента последние последнего включения прошла неделя я к сожалению не снимала никаких промежуточных видео хотя планировала делиться с вами своими эмоциями своими новостями и делать такие вот маленькие включения показывать что как идет процесс но неделя была у меня очень загруженная мы как я вам говорила закрыли наш старый магазин переехали в новый и нужно все начинать как быстро почти сначала поэтому работы очень много и я мало вышивала даже на этой неделе буквально по 200-300 крестиков в день если получалось где-то и 100 крестика в день то есть ну вообще как-то процесс шел очень медленно домашние дела какие-то заботы мне удалось все-таки дошить все крестики полукрестики до до половины работы перед вами сейчас ровно ровно половина работы и вчера вечером я села вышивать бэкстич села так думаю ну все надо все вышить бэкстич обязательно чтобы уже вам показать отчет показать уже готовую половину работы работы было у меня много по бэкстичу хотя кажется что но его не так-то и много но много каждая деталь как где-то здесь черный цвет здесь коричневый здесь серый цвет здесь такая ниточка здесь выкладная ниточка вот в дверях и окнах здесь каждая каждый ряд тоже в бэкстич в доме много бэкстича и шила шила вчера этот бэкстич хотела уже меня мне уже хотелось переключиться на какую-то другую работу но я себя уговаривала нет 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 надо дошить надо показать девочкам мальчикам все уже как получилось красиво выполнила также французские узелки особенно они мне нравятся здесь на этом окошке постараюсь вам сейчас увеличить показать все покрыть ней я сегодня снимаю на фотоаппарат камеру у меня забрали она нужна в работе поэтому она не очень хорошо увеличивает и настраивается пришлось ее снять со штатива немножко буду показывать на руках иначе детали я вам не смогу по-другому показать вот если будет небольшие какие-то такие тряски вы уж простите и кстати простите меня за мои вот эти вот нитки ну так у меня идет процесс знаете очень часто меняется нитка и постоянно закреплять на обратной стороне не всегда удобно поэтому я вот пользуюсь вот таким методом очень простым да конечно не очень красиво торчат нитки но зато очень быстро идет работа у меня устраивает так вот пытаясь настроить вам показать эти два прекрасных окошка с двумя интересными горшками цветов посмотрите мне почему-то кажется там герань обязательно потому что она цветет и зимой и летом и осенью и мне кажется это цветы герань на окне я люблю герань вообще класс так вот он заборчик из камушка тоже весь обшитый бэкстич чем велосипед скворечник вот будут березки пока только их стволы нарисовались флаг я не меняла так оставил американский ну а что пусть так и будет может поеду когда-нибудь в америку почему бы и нет лодочка красивая чайка здесь есть две птички синие сидят интересные вот он художник уже что-то рисует вот на камеру даже смотришь видно человек но когда вышиваешь вот крестики на лице они какие-то оранжевые рука какая-то такая квадратная думаешь ну человеку не досталось крема от солнца защитного и он сгорел с далека на расстоянии вот все смотрится логично все красиво кстати там ниточки дименшинс поэтому это не из-за того что в неправильный перевод это у него действительно но по по дизайну идет вот такими оранжевыми нитками идет такое красное лицо и причем оно у него должно было было бы голова должно было быть квадратной но я немножко ее уже хоть как-то закруглила хотя вот да даже при при приближенном расстоянии смотрится очень все гармонично все понятно рисует человек на мольберте ножки я делала выкладной ниточкой не стала делать бэкстичем потому что в две нитки и было бы ну так грубовато да дверь красивая вот обшита везде цветы окно когда вышивала так ну думаю что там вот за полы крест какой-то синий что это такое черное пятно какое-то в центре а когда вышла я поняла ну тоже шторки там они же подвязаны поэтому и получается так красота вот еще один человек не знаю мужчина или женщина ну будем предполагать что это женщина она в такой жилеточки смотрит как ее не знаю муж не муж кто ей рисует елочка маленькая тоже так интересно вышиваешь два-три цвета зеленые какие-то разбросанные крестики думаю что за цвета что вышивая а потом смотришь елочка красота и вот этот куст тоже я здесь наконец-то выполнила французские узелки не знаю что за растение но очень получилось красиво дерево к сожалению опять французские узелки не доделала все вот это этот угол вчера последним заканчивала и устала думаю все никаких французских узелков больше крутить не буду надоело закреплять нитку туда-сюда и сегодня буду выполнять этот процесс ну вот здесь заборчик здесь я ошибочно вышла бы сич белой ниткой потому что очень по схеме все непонятно там написано что допустим красные нить на окнах и на флагштоке это белая нитка вышивать все остальные красные тонкие нитки вышивать желтым а потом еще из красной нитки вышивать коричневым и вот как их определять которые все остальные красные тонкие линии и другие красные тонкие линии я честно ориентировалась на обложку по какой-то интуиции тоже что-то выбирала ну в основном по обложке потому что два раза указана тонкая красная линия вышивать то ли желтым то ли темно-коричневым ну вот мне этот момент в схеме очень не понравился я честно прямо меня этот момент очень сильно напрягает когда нужно вышивать бэкстич и сидеть разбираться где каким цветом я боюсь всегда перепутать вот здесь вот я и перепутала хотя смотрится очень ярко ярко и эффектно как будто знаете когда делают каменный заборчик прокрашивать вокруг камня беленьким чтобы выделялась красиво вот так как у меня с другой стороны там коричневый заборчик придется другой делать тоже коричневым хотя вот белый смотрится эффектней ну уж будем делать по схеме сделаем вот как и здесь коричневым вот так вот это половина еще раз вам покажу полностью весь кадр я открутила специально чтобы вам показать как выглядит половина работы мне предстоит завершить дом на заднем фоне дома елки деревья и с правой стороны вот эти березы будут голенькие стоять птички лететь ну в общем последний этап хочется мне уже переключиться над какие-то другие процессы это уже такая привычка но я себя воспитываю так скажем закаляю свой характер и не позволяю себе переключиться на другие работы нужно закончить обязательно этот иначе я потом не разберусь в нитках что у меня к чему не так очень много вот поэтому такие мои дела надеюсь что недельки через две-три я все-таки закончу загадывать тяжело все зависит еще от работы от настроения но вроде бы самое сложное я уже вышел а дальше пойдет пол крест полегче поэтому будем надеяться что еще две недельки все будет готово ну вот такие мои новости по этому процессу сделаю я фотографии в макро выложу в контакте и в инстаграм заходите смотрите если кому интересно на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч пока пока пока